Доброе утро, Наташа! Пожалуйста, что же происходит с кожей с наступлением зимы? Кожа реагирует на изменение температуры. В первую очередь появляется сухость, раздражение, обезвоживание, купероз. Но лучше всего зимой себя чувствует, конечно, жирная кожа. Замедляется работа сальных желез, она подсушивается, меньше блестит, меньше комедонов. Внешний вид прекрасный. А для сухой кожи, конечно, зима – это настоящее испытание. То есть нам, мужчинам, зимой получается лучше всех, да? Не совсем так. Мужчин как раз жирная кожа в основном. То, что касается сухой кожи, я хотела бы сказать, что как раз стресс испытывает она в этот период. Вот как, Наташа, мне нужно выйти на улицу, у меня очень сухая кожа, как мне подготовить себя к выходу на улицу? Что сделать? Да, Оль, ты права. Кожу нужно подготовить. В идеальном варианте за 30-40 минут до выхода на улицу нужно нанести ухаживающий крем. Можно сразу после душа это сделать. И в течение следующего времени умываться, собираться, завтракать, потом уже наносить макияж. Крем желательно, чтобы находился на лице 5-10 минут. Излишки потом промокнуть просто бумажной салфеткой. И обязательным условием все-таки должно быть использование жирного питательного крема зимой. Потому что увлажняющий крем, он хорош, но таит в себе такую опасность, что вода, содержащаяся в этом креме, замерзает при минусовой температуре. То есть, может даже немножко навредить. Я представляю, вышел, намазался кремом, у тебя такая ледяная корка образовалась. Нет, это, конечно, преувеличено. Разрушение кожи происходит изнутри. Да, да, вот так это опасно. Но это не значит, что увлажнять кожу не нужно, наоборот, это делать необходимо. Потому что использование кондиционеров в машинах дома у нас, отопление, очень сухой воздух. В общем, внешняя среда очень сильно влияет на кожу. Да, поэтому увлажнение необходимо. Его нужно использовать обязательно только вечером. Наташа, ну вот с увлажнением, да, более-менее понятно. А вот какие, например, самые основные процедуры? Вот женщина сама, простые, в домашних условиях может сделать. Может быть, зимой, которые более вообще важны. Ну, начнем с самого главного и основного. Это даже не процедура. Это должно быть у любой женщины, девушки за правило. Это демакияж, то есть очищение кожи. Обязательно не лениться вечером, как бы вы смертельно не устали. Даже если нет декоративной косметики на лице, обязательно провести процедуру очищения. Как вечером, так и утром. Потому что утром у нас тоже кожа грязная. Потому что в течение ночи сальные железы активно работают. И утром тоже кожу перед нанесением крема необходимо очистить. Наташа, вот нас смотрят не только женщины, да? Женщины, наверное, не кажутся, что ты знаешь про декоративную. Ну вот у мужчин есть ряд проблем, с которыми они сталкиваются каждое утро. Вот в связи с такой работой приходится часто бриться. И кожа раздражается. Как с этим бороться? Ну, вроде использую лосьон, но он больно. Что ты посоветуешь? Часто мужчины меня спрашивают о том, что можно ли пользоваться женским кремом. А есть женский и мужской крем, оказывается? Оказывается, есть. И чтобы развенчать миф о том, что категорически нельзя, надо покупать специальную косметику уходовым мужчинам. Я скажу, что можно пользоваться женской косметикой. Единственное, она не будет так активно действовать на мужскую кожу, потому что мужская кожа, она другая, она толще. Хорошо, спрошу тебя так, можем ли мы использовать детский крем? Детский крем мы можем использовать, но он больше выполняет не уходную функцию, а защитную перед выходом на улицу. Кстати, по поводу бритья, да, у мужчин существует, наверное, единственная проблема с кожей – это как раз дискомфорт после бритья. И зимой косметологи рекомендуют, визажисты, все-таки использовать тоже жирную ухаживающую косметику, специальные масла для бритья, и после бритья тоже какие-то жирные питательные крема. То есть можно вложить масло. Наташа, вот такой еще вопрос. Илья, мне очень просто интересует вопрос. Мне еще важнее. Нет, извини, у меня важнее, у меня важнее. А давайте я договорюсь. Вот после того, как мы нанесли, просто мужчин пугает вообще процедура ухода. Но это просто банально, надо просто к этому привыкнуть. После того, как после бритья вы нанесли жирный питательный крем, может напугать чувство. Кожа просто жирная, блестит. К этому нужно просто привыкнуть. Нет, привыкнуть не... Если он все-таки не впитался, так же, как и женщинам, рекомендации промокнуть бумажной салфеткой, излишки убрать, и все прекрасно. С лицом, в общем-то, вот все понятно. У меня такая проблема. Зимой я иду в душ, выхожу из душа, и вот по всему телу просто настолько чувство дискомфорт, вся кожа стянута, какая-то сухая. Вот что в этом случае делать? Причина та же самая, как мы говорили до этого о лице. Кожа лица, кожа тела, как бы проблема одинаковая, связана с сухостью как раз в помещении. Увлажнять ее тоже необходимо. Лучше всего после душа кожу полностью не вытирать и на чуть увлажненную кожу нанести. Ухаживающий крем, потому что вода является прекрасным проводником питательных средств, и эффект будет лучше и дольше будет сохраняться. Наташа, вот такой вопрос. Сейчас наступает зима, ни для кого не секрет, что русский человек любит погреть свои перышки где-то в тепле. Вредно ли загорать зимой русскому человеку? Ты имеешь в виду все-таки путешествия в жаркие страны. У нас как раз в январе отпуск, и собираемся куда-нибудь отправиться в жаркие страны. Как это влияет на кожу? Смена такой климат. Вредно, полезно? Нет, это полезно и для организма, и для кожи, если соблюдать некоторые условности. Ну, это банальные рекомендации. Естественно, защита кожи для тела – фактор 30, для лица – до 50. И все-таки зимой настоятельно рекомендуют даже доктора, чтобы отдых был не менее двух недель. Потому что кожа, организм испытывает стресс. Не успев привыкнуть к одним климатическим условиям, мы перемещаемся опять к себе домой на север. Вот я сейчас задумался, придется потратиться. Наташа, спасибо большое, что пришла к нам сегодня в самое доброе утро. От нас и нашего генерального спонсора тебе подарок. Спасибо тебе. Спасибо. Генеральный спонсор программы «Самое доброе утро» – чай Хилтоп. В России чай является хранителем домашнего чага и символом единения в компании близких по духу людей. Без чая не обходится ни одно торжество. Чай Хилтоп – мы уже готовы к Новому году.